Мы сейчас приехали в Киев. Наш прекрасный Киев. Все так зелено, везде клумбы. Что, сегодня прям все лезут под колеса? Едешь и нервы трепешь. Сейчас справа от вас, это здание Болонского суда, прокуратуры. Какое страшное здание, фу, боюсь его. Вот какая красивая церковь. В этой церкви работает батюшка, который ясновидящий. Сюда все ходят к нему. Церковь эта строится много-много лет. Красивая какая, да? Он там и живет рядом с этой церковью, в домике. Сначала был этот домик, потом была часть церкви, а теперь уже, видите, отстроили, за 20 лет уже отстроили и большую церковь люди. А Болония вообще очень красивая. Набережная такая красивая на Болоне. Много торговых центров, магазинов. Магазины, как я вас люблю. Здесь всегда в каждом магазине море скидок. Всем привет, друзья. Мы сегодня в Киеве. Это редкая такая поездка. Мы очень редко выбираемся. Нам не хочется бросать свою чудесную дачку. У нас там так все зелено, красиво. В Киеве шумно. Много народу, очень много строительства ведется. Вот мы приехали сейчас в эпицентр, потом поедем в метро, хотим продукты купить. В эпицентре надо кое-что для ремонта. Я хочу двери наконец-то покрасить, мне нужно пенотекс купить. В общем, я хочу пленку купить, клубнику потом буду сажать, чтобы пленка была. Мы сейчас заезжаем в такой паркинг большой. Покажу вам сейчас. Это у нас такой паркинг в эпицентре. Заезжаешь сюда, хорошо, солнце не жарит машину, а то потом нельзя в нее сесть. У нас сейчас достаточно прохладно, не так жарко, как обычно бывает в июле, но уже как есть. Такой вход в магазин на эскалаторе. Удобненько, скажу я вам, как в аэропорту. Пока не подойдешь, не наступишь на него, он не едет. Ну, сейчас посмотрим, что тут есть. Я хочу в этом отделе купить агроволокно для того, чтобы посадить клубнику. Я хочу посадить клубнику и землянику на осень. Вот оно вот такое, видите, с дырочками. 34 гривны метр. Отрежьте мне, пожалуйста, 3 метра. Его длина, вернее ширина, метр шестьдесят. Я посчитала, что мне хорошо будет 3 метра. 34 гривны, это меньше доллара один метр. Получится на 100 гривен возьму, на 2,5 доллара. Видите, тут так отрезаю, это интересно. Всякие сетки здесь есть. Тоже удобно, скажу я вам. И поехали. Тут есть, что хочешь, но мы не будем здесь надолго останавливаться, потому что высаживать ничего я сейчас не планирую. Потому что здесь негде палатку поставить. Негде палатку поставить, и здесь всё дорого. Будем искать, где дешевле. И на осень. Вон лимоны какие висят прям. И так, чтобы была лужайка, на которой палатку можно поставить. Это со своей палаткой. Видите же, вам готовые лимоны. Бери, да, клади их куда-нибудь. Вот так горненько. Но нет времени здесь ходить и рассматривать всё. Ты считаешь, что эта сумочка мне нужна, да? Эта сумочка в гости ходить, подарки носить. Сейчас не время покупать подарки. Надо после какие-то цветы в гости ходить, цветы дарить. Да. В горшках уже. Сейчас покажу вам босонурочки, которые мне нравятся. Вот они. Наша украинская фабрика МИДА. Кожа натуральная. По-моему, внутри не кожа. Стоят они 2399 гривен со скидкой. Я в шоке. Как зимние сапоги. Ну, славненькие. Как вам, напишите? Такой вот небольшой каблучок получается. Я люблю, когда вот такая вот подошвочка. Почему оно такое дорогое? Потому что кожа натуральная. В Испании можно такие купить за 20 евро. Были мы сегодня в эпицентре и в Ашане. Купили продукты. Ничего интересного. Я недавно снимала уже про продукты. Ничего нового. Я привыкла все покупать у себя. Вот сюда в комментариях спрашиваю. Наташа, вы на базаре покупаете продукты? Творог, молоко, сметану не покупаю. Потому что летом мухи, грязные бутылки. В общем, я не покупаю. Покупаю в магазинах молоко и творог. Но овощи покупать нет смысла. Потому что они в такой же цене. Что на базаре, что в магазине. Но если на базаре овощи никто не проверяет, то в крупных торговых сетях всегда есть анализ на нитраты. Поэтому я стараюсь покупать там. Ну, иногда, конечно, покупаю что-то и на базаре. Бывает, что ягоды дешевле на базаре. Например, голубика в последний раз я покупала. Она уже стоила там 250 гривен килограмм. Это получается 6 долларов в килограмм. Это уже совсем недорого. Это такая цена, по которой можно и нужно покупать. Ну, а я хочу вам вот о чем рассказать. Хочу сказать вам о комментариях. Слушайте, я просто поражаюсь. Вот вы мне многие пишите. Да россияне все знают. Они просто не хотят ничего знать. Вы не думайте, что они ничего не знают. Да они в курсе событий. У них же тоже есть интернет. И у них не отключен YouTube. Так вот, по моим комментариям я вам хочу сказать, что есть очень много россиян, которые вообще живут на своей волне. Они абсолютно не в курсе дела. Они слушают телевизор. А по телевизору что им говорят? Что Россия гигантскими темпами захватывает Украину, освобождает украинцев от нацистов. И на этой ноте все остановилось. Они думают, что так и есть. О том, что Украина гигантскими темпами освобождает свои территории, уже окружен Бахмат. Вот на сегодняшний день в Бахмате там почти не остается россиян. Они будут оттуда драпать. Точно так же будут проявлять жизнь до доброй воли, как это они делали в Киевской области, в Харьковской области. Поэтому, ну что, Бахмут окружат и выдавят их оттуда. Но откроется прямой путь на Мелитополь, на Луганск, на Донецк. И эти земли будут скоро освобождены. Но россияне, они понятия не имеют, что здесь вообще происходит. Многие, я не говорю, что все. Есть много людей, которые в курсе дела, которые просят прощения, которые в ужасе от того, что происходит. Ну а большая часть, конечно, россиян, судя даже по моим комментариям, они находятся где-то далеко и глубоко. Вот смотрите, приведу вам пример. Смотрю видео из Мариуполя. Мариуполь, где народ вообще, где дома, которые сейчас строят россияне, они строят их на трупах. Где были полностью на палисадниках похоронены могила за могилой. Где за Мариуполем огромное кладбище в сторону Крыма. На этом кладбище людей не хоронили, как хоронят. Их просто сбрасывали в ямы штабиволями по 5-6 человек без опознавательных знаков. Сейчас, когда освободят Мариуполь, туда приедут жители, которые выехали. Они же не найдут своих родственников. Они не найдут даже тех, кого они под крестами похоронили возле своих парадных. Но мариупольцы сидят... Ну как мариупольцы? В Мариуполе осталось очень мало населения местного. В основном это пенсионеры, которые поставлены в ужасные условия. Потому что у них нет украинских пенсий. Там не работают украинские банки. А для того, чтобы получать российскую пенсию, их заставляют взять русские паспорта. И те, кто это делает, у них что-то получают. Все остальные, они просто выживают. Сейчас в Мариуполе россияне сносят дома, которые они сами же и разрушили. Но в этих домах еще кое-где, в тех квартирах, в которых можно было что-то подлатать. Вот дом, представляете, совершенно разбитый, нет верхних этажей. Но где-то там на втором этаже квартира, в которой живут пенсионеры, собачка и котик. В какой-то другой квартире где-то еще кто-то живет. И вот в один прекрасный день российские органы власти, приходят представители российских органов власти, приходят в Мариуполе к этим жильцам и говорят, мы даем вам такой-то срок. Вот такой-то срок, дом будет снесен. Забирайте свои вещи, собирайтесь, уходите отсюда. Нам некуда уходить. Значит, есть у нас общежитие, идите в общежитие. Значит, ну, чтобы вы понимали, что общежитие это типа лагеря, в котором в одной комнате могут жить несколько семей. И куда девать вещи, которые нажиты за всю жизнь. Человек больной, он доживает последние годы. Куда ему 70-80 лет без вещей? Куда ему идти? Понимаете, вот в какой ситуации местное население? А те люди, которые работоспособные были, они же давно выехали из Мариуполя, потому что там существовать нельзя было, нужно было обязательно взять российский паспорт и подчиняться российским правилам игры. Так вот, я смотрю видео из Мариуполя, и в Мариуполе на пляже есть народ, и он купается, загорает, какой это народ? Это люди, которые приехали из России, которым дают квартиры в Мариуполе, которые заселяют те места, где жили постоянные местные жители мариупольцы. И вместо местных жителей там живут россияне, которые жили там в Тюмени, за Уралом, которые не видели лета, собственно говоря. Но теперь они живут в прекрасном городе украинском Мариуполе и считают, что они там будут жить так и дальше. Так вот, будут страшные события, когда освободят Мариуполь. Все эти люди, они лишатся своей собственности, которую они приобрели незаконным путем, и оттуда удалятся. Теперь я хочу вам рассказать про Крым. Ну просто на голову не налазишь, что происходит. На Крымском мосту уже много дней стоят огромные очереди. Я думала, что они стоят на выезд, но нет, оказалось, что я на юне. Оказалось, что со стороны России через Краснодарский рай, через Крымский мост россияне брут на отдых. Как вы думаете, куда? В Ялту, в Феодосию. Им хочется провести там отпуск. Украинские войска вот-вот отожмут Крым, подходят к Крыму. Постоянно в Крыму что-то там покурили, что-то там горит. Горят военные базы, горят нефтебазы. Значит, и все время Крым под угрозой, под угрозой наступления украинских войск. И сами россияне все время грозятся, что они подорвут завод, который там находится. Я уже не помню, что он там выпускает. Не помню, что этот завод выпускает? Тут что-то с хлором связано. Да, завод, химический завод, они все время грозятся подорвать, если украинские войска подойдут близко к Армянску. Но тем не менее, народ вообще... Вот спрашивают журналисты, а вы слышали вообще, что Крым вообще изрыт траншеями, что там все в окопах, что обстановка очень опасная, что могут начаться военные действия, что вам лучше выезжать оттуда из Крыма. Я уже не говорю о том, что все жители, которые незаконным образом завладели там имуществом, они все будут его лишены, и все уедут во своя, все в Россию. Это в лучшем случае. Все время предупреждают о том, что надо покидать территорию Крыма, потому что там будут разворачиваться военные действия. И в ближайшем будущем. Но россияне, они отвечают журналистам. Да? А что такое может быть? Ну вот мы отдохнем, а там что хотите? Так вот, россияне едут на Тыхан. И вот недавно произошел небольшой взрыв на Крымском мосту, или рядом с Крымским мостом. И уже сами власти перекрыли движение. Сами российские власти перекрыли движение на Крымский мост. Потому что народ российский нельзя остановить. Они не понимают вообще, что происходит. Верят тому, что говорят им в телевизоре. И просто отдыхать. А вы пишите мне, что они все знают. Ну вот знают. Они знают, что где-то там, в Украине, россияне освобождают от нацистов украинскую землю. И скоро у них будет не только Крым, они скоро по Киеву пойдут. Они в это все верят. И верят в то, что очень успешно Россия воюет на наших фронтах. Сколько уже в Украине народу полегло с российской стороны, они все считают наши потери. Сколько у нас воинов... Они не считают наше местное население. Что у нас кроме воинов, сколько людей погибло. Сотни тысяч людей, сколько выехали по чужим землям, завидуют, сидят, что вот вы ездите, что вам бесплатно, что где-то там украинцы живут бесплатно и пристроены. Украинцы все хотят домой. Так что россияне нас не уцают удивлять. Наверное, когда заложные поедут танками по Москве, они тоже скажут, что у них Мареву, Мареву. Слава Украине! Слава Украине!